Обратите внимание на картину Николая Пильщикова, портрет героя Советского Союза Девятаева. Николай Иванович был призван в Красную Арму в первые дни войны. Старший лейтенант авиации совершил десятки боевых вылетов. С первых дней и до конца войны сражался на Ленинградском фронте. За первые два с половиной года работы фронтовым художником Пильщиков создал 1420 рисунков и масляных этюдов. На выставке представлен портрет летчика-истребителя Михаила Девятаева. Гвардии старший лейтенант Девятаев сбил в воздушных боях в общей сложности 9 вражеских самолетов. В июле 1944 года был сбит и попал в плен. А 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Хенкель и совершила на нем побег из концлагеря на острове Узедом, Германия. Пилотировал его Девятаев. В районе линии фронта самолеты обстреляли советские зенитные орудия. Пришлось идти на вынужденную посадку. Хенкель сел на брюхо южнее деревни Голлин, Польша, в расположении артиллерийской части 61-й армии. В итоге, пролетев чуть более 300 километров, Девятаев доставил командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме, где производилось и испытывалось ракетное оружие нацистского рейха. Точные координаты стартовых установок Фау-2, которые находились вдоль берега моря. Доставленные Девятаевым сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом. За помощь в создании первой советской ракеты Р-1 копии Фау-2 Королев в 1957 году смог представить Девятаева к званию Героя.